Друзья, приветствую всех на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня все внимание общественности трейдерской, скажем так, сфокусировано на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Предварительно можно сказать, что по той информации, которая есть на рынке, у нас имеются конкретные тезисы, на которые он будет делать акцент в ходе своего выступления. Конечно же, ему придется и нужно будет объяснить проактивность американского регулятора в борьбе с ковидом. Не удастся отделаться как бы статусом стороннего наблюдателя. Американский регулятор, конечно же, будучи независимым институтом американской власти, денежный, скажем так, должен убедить Конгресс в том, что по-прежнему имеется конкретный план конкретных действий, потому как в условиях ковида американская экономика будет поддерживаться как раз монетарными властями. Что может сказать Джером Пауэлл? Как минимум, друзья, сегодня мы ориентируемся на то, что он в очередной раз признает сохранение понижательных рисков, а поэтому логично следующее за этим позиция американского регулятора по готовности сделать больше для того, чтобы помочь экономике. То есть очередной акцент на мягкую экономическую политику. Мы об этом прекрасно знаем уже, как позиция ФРС, еще исходя из последнего выступления Пауэлла, исходя из тех итогов заседания ФРС, которые были подведены на прошлой неделе. И я надеюсь, друзья, что вы прекрасно понимаете, какого курса дальше будет придерживаться американский регулятор, почему ФРС сохраняет ставку низко, почему он не отказывается от программы количественного смягчения, почему все эти основные параметры денежно-кредитной политики останутся в силе на ближайшие несколько лет. Напомню, что из 17 голосующих членов ФРС, исходя из последней расстановки сил, уже 7 представителей абсолютно уверены в том, что первое повышение процентной ставки стоит ожидать только в 2023 году. То есть, друзья, совсем не скоро. Текущее выступление Пауэлла имеет очень большое значение, потому что оно будет накладываться на то, что происходит на рынке казначейских облигаций, на рынке американского долга. А сейчас на момент моего текущего эфира десятилетки котируются на отметке 1,67%. Локальный максимум, который был достигнут, он, кстати, в минувшую пятницу составил 1,75%. И это хай практически за полтора года. С тех пор рынок облигаций корректируется. И в рамках вчерашней торговой сессии мы видели то, что доллар, в принципе, показывает точно такую же динамику. То есть, для американской валюты сейчас основным триггером, ориентиром для движения является именно долговой рынок. Кстати, вместе с локальной коррекцией индекса доллара мы наблюдали за восстановлением позиций рисковых активов. Поэтому евро, фонд, австралийцы, новозеландецы вчера немного прибавили. Но еще далеки от тех целей, которые являются нашими целевыми ориентирами. Из, опять же, того, что нужно сейчас иметь в виду. Конечно же, Федрезерву нужно будет все-таки пролить свет на потенциальные действия, которые могут последовать за дальнейшим ростом американских облигаций. Я думаю, что в каком-то формате этот вопрос будет задан. И очень надеюсь на то, что американский регулятор признает, что готов вмешаться в новый цикл распродаж на рынке долга, готов остановить рост доходности облигаций через более высокий ассортимент выкупаемых облигаций. То есть, если американский регулятор все-таки намекнет на готовность увеличить программу количественного смягчения, это будет достаточно, чтобы американский рынок долго фактически замер на вот этих пиковых значениях и не смог прорваться выше уровня 1,75%. И при таком сценарии, конечно же, мы в дальнейшем будем наблюдать за последовательным снижением американского доллара, потому что если с повестки уйдет ралли казначейских облигаций и стремительный рост их доходности, нам все, что останется сделать, это сфокусироваться на мягкой экономической политике, которая является синонимом слабой национальной валюты, на все еще актуальных рисках, связанных с ковидом, которые повышают шансы на новые меры экономического стимулирования, раздувающие инфляцию, достаточные, чтобы притопить позиции национальной валюты того региона, где растет инфляция, в данном случае это американская валюта. И, конечно же, мы продолжаем следить за макроэкономическими данными. Хочу обратить ваше внимание, друзья, что вчера Паул впервые за долгое время признал наличие скрытой безработицы, то, о чем я много раз говорил. Официально безработы примерно 10 миллионов человек, скрытая безработица может быть фактически в два раза больше. И Паул уверен, что ни стабилизация инфляции в районе 2%, ни полной занятости не удастся достичь ни в этом году, ни в следующем. Насколько бы не хотелось бы это оптимистам, но все-таки потребуется больше времени. Поэтому я рассчитываю, друзья, на логичный отклик национальной валюты, на мягкую экономическую политику, на меры экономического стимулирования и слабую статистику. И, как вы понимаете, моя позиция в шорте сохраняется. Нефть 63,87. Здесь в целом долгосрочные взгляды и ожидания по нефтянке остаются исключительно бычьими, потому что я делаю акцент на восстановление спроса со стороны азиатских регионов, со стороны Китая. Последние макроэкономические данные Китая подтверждают то, что действительно при таких темпах восстановления промышленности появится больше аппетита. И, разумеется, этот аппетит нужно будет закрывать дополнительными поставками. Не просто так, ведь Иран сейчас поклинился в качестве потенциально более активных поставщиков нефти для китайского рынка. Я делаю акцент на сохраняющийся дефицит предложения, которые имеются на рынке. И если, друзья, 7 апреля, когда состоится заседание, следующее заседание ОПЕК+, все-таки будет принято очередное решение не вмешиваться в текущее практически балансовое состояние спроса и предложения дополнительным увеличением производства, то тогда долгосрочные перспективы нефти станут еще более выраженно бычьими. Поэтому цель по Brent это возвращение в район 70 долларов за баррель или даже выше. Золото 1737, золото идеальный инструмент, который сейчас позволяет работать с рисками потенциального роста инфляции. Не забывайте, друзья, то, что две недели назад был согласован пакет экономических стимулов, который уже подстегнул рост инфляции. И если, как все чаще сейчас обсуждают, Белый дом до конца этого года анонсирует еще один пакет стимулов на 3-4 триллиона долларов, что вполне реально, то золото может стать одним из самых динамично растущих активов до конца 2021 года. И сейчас, поскольку мы практически в самом начале вот этого потенциального ралли, на что делают акцент многие инвестор-банки, я рекомендую вам все-таки присмотреться к этому инструменту и определить для себя, к числу каких трейдеров вы относите, к покупателям золота либо продавцам. Опять же, если мой расчет касательно американских облигаций будет верен и доходности начнут снижаться, это дополнительно окажет поддержку золота. Потому что сейчас, если бы доходность облигаций не была на таких высоких значениях, золото уже точно котировалось бы в районе 1800 долларов за тройскую унцию. Но высокие показатели доходности трежерис очень сильно негативно влияют на золото, потому что золото, как вы знаете, не приносит ни купонного, ни процентного дохода, а позволяет спекулянтам и тем, кто работает с этим инструментом, зарабатывать только на изменении курсовой динамики. Если облигации, опять же, пойдут вниз и реальная доходность по ним будет значительно более отрицательной, скажем так, то, конечно же, у золота будет еще одна возможность через дополнительный глоток воздуха вырваться вперед и принести, дать прибыль, на которую многие ориентируются. Фондовый рынок S&P 3920 пунктов. Восстанавливаемся мы, друзья, и я думаю, вы графики все видите. Здесь, фактически, если сегодня, к концу дня, мы увидим исторический хай, никто даже не удивится, и легко можно будет это объяснить. Поэтому ставка здесь лично моя. Лонг, я покупаю S&P, с некоторых пор еще и NASDAQ, потому что знаю, что прежде чем на рынке развернется потенциальная коллекция, мы увидим еще новые и новые экстремально бычьи значения. Евро против доллара 1.19.20. В конце этой недели пройдет саммит ЕС, будет интересно. Послушать, что думают страны Европейского Союза относительно темпов вакцинации. Является ли это значительной угрозой для темпов экономического роста. Но это все конец недели, друзья. Сейчас давайте не будем негативить, хотя я прекрасно понимаю, что есть основания для этого негатива. Из-за ограничений в Франции, в Италии, Германия продлила локдаун до 18 апреля. Это все нездоровая среда, потому что вновь говорят об очередной волне ковида. Но мы не раз с вами наблюдали и убеждались в том, что для евро против доллара, для этого дуэта финансовых инструментов, все равно определяющим триггером является движение доллара. Чтобы не противоречить, опять же, себе, и я даже не только по этой причине, а потому что уверен в потенциале снижения курса американского доллара, евро, и я продолжаю покупать с целями гораздо выше отметки 1,20. Фунт против доллара. Сегодня очень много статистики. В 10.00 данные по рынку труда, в 14.50 выступления были. Потенциально стат данные могут оказать локальную поддержку для британской валюты, но, опять же, это с натяжкой объяснения причин движения фунта. Все-таки фунт, так же, как и евро, сейчас больше восприимчив к тому, что происходит с долларом, а с долларом мы определились, как быть. Напоминаю, что сегодня в 19.00 выступление Паула, и ждем снижения доходности трежерис, потому что Паула потенциально может ограничить рост долгового рынка, и, соответственно, ждем усиления давления на бакс. Спасибо за внимание. Всем удачной торговой сессии.